История о том, как я кормила бабочку. Вчера, когда я готовила на кухне, готовясь к Азиатскому Новому Году, я увидела в окно, как кошки атаковали бабочку. Я хотела выйти на улицу, чтобы посмотреть, что с ней случилось. Я приоткрыла дверь, и бабочка, еле-еле порхая, сама влетела ко мне на кухню. Затем, когда я подняла ее, я увидела, что у бабочки сломано одно и второе крылышко. Я не знала, что мне делать, но кошки, они прямо сидели перед моим окном и смотрели, что я буду делать. То есть вынесу эту бабочку, выгоню или что. В общем, я испугалась за жизнь этой бабочки. Я оставила ее дома, посадила ее в горшок. Но надо было что-то делать, мне хотелось ей помочь. Но я полезла в интернет, начала гуглить, что делать с бабочками. Конечно же, вылечить ее крылышко я не могла. Но зато я нашла у некоторых ютуберов о том, как кормить бабочку. Я, конечно, сначала не верила о том, что можно кормить бабочку, и что это не кошка, и не собака. Но, тем не менее, я решила попробовать. Я нашла рецепт. Одна чайная ложка меда или сахара, но мед, главное, чтобы мед был натуральным, нужно на 10 чайных ложек теплой воды развести и приготовить нектар. Затем нужно бабочку посадить желательно на рыхлую поверхность. Рыхлой поверхности у меня не было, я просто взяла тарелку. И на эту тарелку я налила чайную ложку этого самого нектара. И затем посадила туда бабочку. Как оказалось, бабочки очень легко пересаживаются на руки и сами на них даже ползут. Наверное, потому что руки немножко рыхлые. В общем, посадила я бабочку на тарелку. И я также узнала, что бабочку нужно немножко ножками окунуть в сироп, если она не может его найти, в нектар. И она, после того, как почувствовала его ножками, она сразу же распустила свой хоботок и начала лакать этим хоботком этот нектар. Ела она где-то минуты 2-3. Но, как я потом прочитала, бабочки едят в среднем от 2 до 5 минут. И когда они наедаются, они сами автоматически вынимают хоботок. Также я еще прочитала о том, что бабочки павлиний глаз могут жить до 12 месяцев, с учетом правильной зимовки. И также они, конечно, могут жить и меньше, где-то там до 3 месяцев или 6 месяцев. Все зависит от ухода. И вы, кстати, можете держать их даже дома. Я была очень рада, что эта бабочка появилась у меня дома в Азиатский Новый Год. Это было прям как хороший знак. Также я узнала, что бабочки могут есть еще так же бананы, апельсины и даже яблоки. И оказалось, что их очень легко держать дома. Просто не нужно ограничивать их в полете. Потому что у них могут побиться крылышки об стекло и об коробку и так далее. Потому что если у вас есть отдельная комната, где вы можете сделать маленький садик, вы можете держать бабочек и разводить их у себя дома. В общем, когда моя бабочка наелась, она сама отползла в сторону. И представляете, что она начала делать? По-моему, она чистила свой хоботок. Я абсолютно в этом не уверена, но, по-моему, она умывалась. В общем, она его скручивала таким образом, а потом она его совсем скрутила. Вот. Потом моя бабочка уснула. Эта бабочка из семейства Немфолит, они дневные. И на следующий день, после хорошего сна, когда я рисовала... Спала она, кстати, в горшке. На следующий день, когда я рисовала, я увидела, как она немного пролетела. В общем, она начала летать, даже со сломанными крылышками. И я решила, бабочка все-таки рождена для свободы. И как мне не хотелось оставить ее дома, но солнышко у нас уже сияет достаточно сильно. Уже наступила весна, и я отнесла ее в сад напротив дома. Спасибо бабочке, что она у меня погостила. И вы теперь тоже знаете, как кормить бабочку. Пока!